Ранее утро поездки выдалось пасмурным. По всей республике грохотали грозы, а в точке сбора дождь уже прошел, и где-то вдалеке небо заискрилось солнечным светом, который давал надежду на прояснение. Но при любой погоде задуманное восхождение должно было состояться. Настрой группы был неизменен. Первая остановка колонны по Марухскому ущелью состоялась у братской могилы, где захоронены участники партизанского отряда, в числе которых юная партизанка Крымхан Мижева и ее отец, командир отряда Баубек Мижев. 12-летняя пионерка вместе с отцом погибли в неравном бою с гитлеровцами из дивизии Эдельвейс, пытавшимися выйти через Марухский перевал в Грузию. У монумента с именами защитников перевала участники восхождения провели санитарную очистку. Облагородили пьедестал, убрали заросли. После колонна выдвинулась вперед к подножиям вершин. Здесь расположен контрольно-пропускной пункт пограничников, где сверяются паспортные данные участников восхождения. И только после проверки группа смогла продолжить свой путь. Дорога показала свой характер. Сложные подъемы чередовались с равнинными территориями из мочеков. Здесь ледниковая река Маруха разошлась в волю, вырезая в ландшафте удивительный витиеватый серебряный узор. Профессионализм водителя – залог успешного прибытия на пункт назначения. Полчаса по дороге из разлившейся реки, и вот мы на поляне. Нависшие на вершины скал тучи предупреждали о скором дожде, поэтому лагерь разбили очень быстро. Километры горных дорог уже позади. Лагерь потихонечку оживает. Палатки уже расставлены, и сердце лагеря, кухня, костры уже разожжены. В казанах кипит вода. И самое главное, мы сейчас подойдем к главному человеку, кухарке, который нами расскажет, что у нас будет сегодня на ужин. Лена, скажите, пожалуйста, что у нас сегодня на ужин? Шулем. Он какой у нас будет? С баранины. Да. А вы по особенному рецепту? Конечно, чтобы вы пальчики все облизали. Когда-то в этих местах громыхали взрывы, и эхом от скал отражались очереди из автоматов. Сейчас трещат дрова в костре, и под тонкий проигрыш шестиструнной гитары напевают песню про журавлей, символов безвременно ушедших душ. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых непрошедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белый журавлей. Вечер настоящего туриста с бардовскими песнями плавно перейдет в завтрашнее восхождение. А пока участники группы знакомятся ближе, настраиваются мыслями на преодоление сложного маршрута. В шесть утра в горах еще прохладно, солнце только выглядывает из-за пиков вершин, а группа восхождения уже вышла на маршрут. Перед ней стоят две цели. Одна часть должна пройти к озеру Холега и дальше на сам перевал, а другая направляется к обелиску на соседний Марухский. По прогнозам инструкторов путь должен занять 5-7 часов. Дорога открывает удивительной красоты пейзажи и виды, которые никого не оставляют равнодушными. В прозрачную тишину горного воздуха пробиваются только шум реки. Фырками лошадейку их здесь немало, они-то целыми табунами и местами рев водопадов. Под палящим горным солнцем до сих пор держат оборону остатки лавин и ледников. В страшной лихолетии Великой Отечественной войны снежный покров здесь достигал до трех метров. Спрятаться от стужи было негде. Бойцы сооружали из камней укрытия, а крышей служила плащ-палатка. Вместо матраса был лед. Мороз все крепчал, застывали пулеметы, а с ними и люди. Сложно сейчас представить, через какие испытания прошли солдаты советской армии, чтобы сегодня октябренок Максим Костарокожев смог свободно подняться на перевал с маленькой копией главного символа большой страны – красным знаменем. Я дошел до озера, шел на первом дыхании, а потом как-то под конец вспомнил про воду, про кушать, про еду вспомнил. Сразу включилось как-то через второе дыхание, третье дыхание и пошел быстро в лагерь. Пришел и лег отдохнуть. Понравилось, как слушали песни у костра, сидели, разговаривали. Я сидел, слушал и фонариком светил на муравья. Я ему путь отсвечивал, чтоб не заблудился. Максим не заблудился на трудном маршруте. Вместе с ровесниками, другими ребятами он шел наравне со взрослыми. Шаг за шагом, огибая камни на пути, он шел к цели, пока взгляду юного туриста не открылась блестящая гладь озера Холлега с кристально чистой ледниковой водой. Возле этого озера у немцев стояла бугильная канатная дорога, по которой они поднимали грузы и вооружение на перевал обороны. 28 августа 1942 года здесь почти полностью погиб батальон капитана Василия Рухадзе. Более 450 советских солдат сложили головы в этом бою. Некоторые из них попали в плен. Позже 12 из них гитлеровцы расстреляли на берегу горного озера. Следы страшных лет находят здесь до сих пор. В 2019 году водолазы экспедиции «Неизвестный Кавказ» нашли на шестиметровой глубине многочисленные артефакты Великой Отечественной войны. В это же время группа, совершавшая параллельное восхождение на Марухский перевал, тоже добралась до назначенного места. Поставленные задачи были выполнены. Два перевала были покорены. У обелисков участники восхождения провели митинги памяти советских солдат, которые остались здесь, закованными в ледники. Такая участь настигла и экипаж самолета-разведчика, который был подбит противникам 1 ноября 1942 года. Позже были установлены имена бойцов. Пилот Николай Николаевич Подозеров и штурман Иван Трифонович Асланов. «Здесь тропа, которая шла на холегу, прям была усена гильзами, шли прям как по ковру по гильзам. Сколько там было всего этого, ну уже негодного оружия, оружия не было, вот эти гильзы были. Мины были, разорванные остатки были. Но мы не лазили, не искали, не искатели мы. Просто прошли посмотреть, как здесь было на перевале. Рассказывал мне ручка Николая, дядя Коля. После войны, после того, как немца выгнали отсюда, выбили из Кавказа, ему было где-то лет... Ну что, перед армией, на войну на фронт не забрали его. Они приходили, здесь во льду лежал самолет. И видно было, там два лётчика было, и пулемёт был, но он всё было во льду, во льду было». Это третья по счёту восхождения данной группы к местам боевой славы. И в каждом из них принимал участие самый старший участник группы – Николай Константинович Шолухов. В далёком 61-м году он был в команде тех, кто запустил в космос первого человека – Юрия Гагарина. И с тех пор не угасло желание покорять вершины. «Четыре года назад мы были на Морозском перевале. Вот я бы как бы покорил этот Морозский перевал. В этом году по возрастному ограничению, так сказать, мы прошли больше половины расстояния и вернулись, так сказать, в бодром здравии». Восхождение завершилось в того места, где оно началось – у братской могилы, где среди солдат Красной Армии покоится маленькая девочка Крымхан Мижева. Мужество ребёнка, перед которым в безмолвной тишине склоняются головы. А сейчас, когда нацизм пытается возродиться, на стражу спокойствия и мира встали потомки тех, кто воевал за победу. Особую актуальность и значимость эта работа приобретает в свете происходящих событий в братской Украине, где пришло к власти поколение, выросшее при полном отсутствии патриотического воспитания на основе ложных ценностей и ложном изложении исторических фактов. Это поколение, предавшее забвению бессмертную память своих дедов, отцов, освободивших от фашизма не только свою родину, Советский Союз, но всё человечество. «Каждый из людей надеется на будущее своих внуков, будущих поколений. И всё это только благодаря тому, что воины РКК погибли, защищая эти горы. Если бы эти горы были сданы, то неизвестно, чем бы закончилась Великая Отечественная война. Если бы Гитлер прорвался к нефтяным месторождениям Баку, то сразу бы отрезал Красную армию от нефтяных месторождений. Считаю, что это очень-очень важно». Участники восхождения были отмечены благодарственными грамотами, а некоторые даже удостоились юбилейных медалей. Отрадно отметить, что каждый из них выразил желание вернуться сюда в следующем году и пригласить своих друзей поучаствовать в такой важной и памятной акции. «Всё это делается, на мой взгляд, для того, чтобы наши будущие поколения о ней помнили, о ней знали, какой ценой завоёван этот мир и что пришлось сложить нашим воинам, чтобы мы жили в сегодняшнее мирное время». И цель каждого рывка в горы – не оставить в забвении ни одного погибшего воина, а дать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и Трудового фронта, всем тем, кто возрождал страну из руин. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Марухский перевал.